Здравствуйте! Вас приветствует канал Дзельный Мир и сегодня я буду высевать вместе с вами газанию на рассаду 25 января. Раньше я высевала газанию от Гавриш, но в этом году решила попробовать семена от Биотехники. Вот такая красивая расцветка. Газание может быть и желтое, и красное, различных цветов и оттенков. Но мне понравилось это газание за счет того, что у нее серебристые листья, имеют такой серебристый оттенок. Что ж, высевать я буду вот в такие пластиковые стаканчики, потому что у газани длинный стержневой корень. Вот поэтому я и считаю, что газанию лучше выращивать без пикировок. Все растения, практически все растения, у которых стержневой корень, а он, как правило, длинный, плохо переносят пикировку. Стаканчики я заполняю землей. Ранее я почву протравила от вредителей, от насекомых, октарой. Слегка утрамбовую для газании подходит легкая питательная почва. Газание не переносит глинистую почву, и на глинистой, кстати, почве расти, к сожалению, газание будет плохо. Грунт я проливаю, проливаю водичкой с добавлением фитоспорина, фунгицид, который будет бороться в дальнейшем с грибковыми заболеваниями, с плесенью, если, например, вы сильно переувлажнили грунт. Но при посеве газаний я вам настоятельно рекомендую аккуратно с поливом, аккуратно с увлажнением, потому что газание не переносит избытка влаги. И в каждый стаканчик я раскладываю по одному семечку. Очень хорошо газанию высывать в торфотаблетки, если у вас есть качественно хорошие торфотаблетки, потому что в этом году я столкнулась с некачественными торфяными таблетками, и очень сильно они меня подвели. Но газание хорошо сходит в торфяных таблетках, и если вы высываете газанию впервые, можете попробовать именно посеять в торфяные таблетки. Накрываю пищевой пленкой и ставлю на проращивание. Температура для проращивания газани 20-22 градуса. Я не присыпаю газанию землей, вы же можете ее слегка присыпать, буквально до 0,5 мм. Сильно присыпать я вам газанию не советую. Я же почему не присыпаю? Потому что мне нравится наблюдать, видеть, как развивается семечка. Вот поэтому я не присыпаю. Но это не принципиально. Мне просто нравится наблюдать за, скажем так, процессом, за ходом событий. Я всегда в любом случае досыпаю грунт после того, как сеянцы проросли. Присыпаю, потому что, во-первых, когда мы посеяли наши семена, мы утрамбовывали почву. И получается такая некая маленькая-маленькая корочка. Я присыпаю слегка для того, чтобы этой корочки не было. Либо, если я вижу, что я переувлажнила грунт, я досыпаю сухой земли. В данном случае я досыпаю слегка влажную почву, потому что грунт я не переувлажнила. И можно еще слегка полить, увлажнить грунт. Опять-таки, если вы его не переувлажнили. Если же вы видите, что грунт слишком влажный, лучше досыпать сухой земли. И сухая земля заберет на себя лишнюю влагу, и никакой черной ножки вашим сеянцам не грозит. Газание это многолетнее растение, но мы его выращиваем как однолетник. Потому что при температуре ниже минус 7 газание, к сожалению, у нас при наших зимах погибает. Но минус 5 газание вполне выдерживает. Поэтому газанию я высаживаю в открытый грунт. Одну из первых культур, которую я высаживаю в открытый грунт. Потому что она не боится возвратных весенних заморозков. Газанию я вам ни в коем случае не советую высаживать в низине. Выбирать для этой красотки надо место где-то на возвышенности, на солнечном и хорошо проветриваемом участке. Цветки, кстати, у газания распускаются только в солнечную погоду. Если лето выдастся дождливым и пасмурным, цветки будут закрыты, к сожалению. Но высевать газанию так рано, как это делаю я, нет необходимости. Ее можно высевать начиная с середины февраля. И даже весь март можно высевать газанию на рассаду. Мне же нужна цветущая газания уже в начале мая. Кстати, газания замечательно зимуют в условиях квартиры. Свою газанию я буду сохранять этой зимой. Ну а как это сделать будет, обязательно в видео ближе к осени. Из семей семян у меня проросло 5. Первое семечко, самое шустрое, проросло и оно же через сутки, к сожалению, погибло. Седьмое же семечко, как я уже потом посмотрела, оказалось совершенно пустым, либо старым. Не знаю, оно даже не набухло, а оно буквально через часа 3-4 просто потемнело, стало черным. Ей пяти семцам газания рада, потому что буду обязательно газанию в этом сезоне размножать боковыми побегами. Ну а на этом все. Всем спасибо за внимание, здоровые и крепкие рассады и всего доброго!